всем привет хочу показать вам как делать ровную стопу или ручки вот как я вижу для жирафа я не подкладываю туда не пластмассовый кружочек не толстый фетр что было прям уж совсем ровно но мне нравится вот такой вот переход когда наполняю я всегда ставлю ровно вот так вот к столу и тогда наполняю сервину потом со временем она немножко вниз оттягивается но смотрится довольно таки неплохо и так я уже связала образец и я знаю два способа первый способ вот вы провязали допустим 24 тут столбика прибавки все сделали вот и далее вяжем 24 сбн за заднюю стенку за вот эту косичка петля делится вот как такая вот косичка получается и делится на 2 полупетли передняя и задняя вот мы захватываем только заднюю и провязываем опять захватываем только заднюю и провязываем заднюю и провязываем и так мы вяжем до конца и так я провязала до конца но пока вам будет ничего сильно незаметно я провяжу еще пару рядов вверх только уже вяжем за две петли как обычный sbn чтоб уже было более наглядно видно далее вяжем два ряда вверх вот я провязала два ряда и вот получается вот так вот тут ровно стопа дальше будете там уменьшать вверх вязать и когда наполняете ставите на стол вот придавливайте и наполнителем наполняйте тогда будет немножко ровнее старайтесь вот тут к бокам к стеночкам вот можно еще для того чтобы было ровнее вырезать пластиковую пластину из крышечки либо есть вот толстый фетр есть тонкий есть толстый он довольно таки вот наверно пол пол сантиметра толщиной и либо картон но если стирать игрушку то лучше тогда уже фетр вот и сюда вырезать и вставить тогда будет ровная ножка можно даже ставить иногда вот куклам так ставят вяжут и тогда хорошо стоит кукла вот и хочу показать вам второй способ я связала образец из других ниток вот и второй способ мне нравится больше там суть такая так маркер вот с обратной стороны вот есть вот такие вот перегородочки получается мы вяжем в такую перегородку вот первая начинаем вот косичка и вот тут вот внутри это перегородочка вот так захватываем и провязываем вот и провязываем петлю также сама вторую вот перегородочка вот так вот захватываем ее и и провязываем и провязываем нити расслоилась тут немножко вот сложнее бывает сразу просто хочется протянуть петлю опять вот так вот провязываем вытягиваем нить и провязываем sbn за перегородочку вот сюда и с обратной стороны вот ука и у крючок проходит вытягиваем нить и две петли провязываем вот так у нас получается вот здесь целая косичка так в этом примере у нас вот полосочка если вяжем таким способом очень хорошо потом можно добавить обвязку и она будет такая немножко вперед так вяжут когда вот меняю цвет на кофту и потом кофту обвязывать допустим по кругу цепочкой вот и так далее вяжем и вверх провяжем еще пару рядов чтобы потом посмотреть результат как будет выглядеть такой способ ну полностью уже когда провяжем вот еще раз покажу сзади прокалывайте за вот эту вот перегородочку и протягиваем у вас две петли на крючке провязали и так далее вот я провязала два ряда и смотрите этот метод получается немножко жестче получаю переход и вот мне больше нравится какая она ровная получается сравнить вот здесь получается косичка идет а здесь вот просто полосочка потому что вязали за задние полупетли вот как это смотрится на игрушке вот косичка внизу если сюда еще раз повторяю добавить фетр либо пластиковую крышечку вырезать по диаметру ножки тогда вообще будет ровная ровная ступня так она немножко из-за наполнителя растягивается и плюс тут постепенно увеличивается все равно немножко идет полукруга но так мне вот нравится этот способ 2 больше напишите в комментариях какой способ вам понравился больше